Главный герой сериала «Острые козырьки» Томас Шелби умеет в мастерске вести переговоры. Даже если человек не был согласен на сделку изначально, после разговора с Томасом он меняет свое мнение. Однако на самом деле Шелби хорошо знает психологию людей. Он использует различные уловки и приемы, которые помогают ему всегда добиваться своего и быть успешным в переговорах. Какие же методы применяет Шелби в коммуникации? Почему ему удается добиваться своего? Что общего между поведением героя сериала и реальной жизнью? И чему мы можем научиться у Томаса? Уверен, что к концу ролика у многих опять возникнет ряд вопросов. Например, какую литературу прочитать? Как повести себя в той или иной ситуации или что-то подобное? Как бывает после многих подобных роликов. Я получаю такие вопросы в комментариях тут, на ютубе и в других социальных сетях. И чисто физически охватить все не предоставляется возможным. Поэтому я предлагаю сделать это в отдельном месте. Буквально недавно Donation Alerts создали сервис Ask Me, где вы можете задать любой вопрос и гарантированно получить ответ, параллельно поддерживая проект донатом. Суть максимально проста. Вы переходите по ссылке в описании, что я оставлю, задаете любой вопрос, указываете имя и оставляете донат, который посчитаете нужным и возможным для себя. В выборе вопросов я вас не ограничиваю и дам ответ на любой вопрос, безусловно, в рамках разумного и адекватного. Более того, мои ответы на вопросы вы сможете увидеть в сервисе Ask Me. Ссылку, как я уже сказал, я оставлю в описании. И после просмотра этого видео я жду от вас вопросы. А я за это тоже буду дать развернутые и содержательные ответы. Переходим к разбору. Вы можете задаться резонным вопросом. Зачем мне разбирать выдуманных героев выдуманного сериала, а вам это смотреть? Это же нам не показывает, как люди себя ведут в реальной жизни. Это правда, но не совсем так. Разные ученые проводили исследования, в которых пытались проанализировать, как просмотр фильмов влияет на умение человека коммуницировать с другими. Одной из таких работ является труд Барбары Волл и Эллен Росен. Они анализировали, как медиа может помочь студентам медсестринского факультета в изучении материала. И согласно результатам исследования, студентам удалось получить знания, которых не было в их учебниках. Кроме того, обучающимся удалось развить самоанализ и саморефлексию. Благодаря фильму «Игры разума», например, студенты смогли увидеть, как у пациента развивается шизофрения. А фильм «Пролетая над гнездом кукушки» показал важность терапевтического общения для работы с пациентами. Мы видим, что фильмы используют в качестве обучающих пособий для того, чтобы обучать медсёстер. А значит, и художественное кино может быть достаточно реалистичным, чтобы и мы могли подчеркнуть из него информацию о коммуникации. Ведь задача режиссёров и сценаристов как раз сделать сериал максимально реалистичным. Начать анализ сериала я хочу с разбора сцены переговоров Шелби и Грея, во время которых Томас сумел убедить человека, который ненавидит его из-за смерти матери, в том, чтобы начать сотрудничество с ним. Как же он этого добился? Посмотрите этот фрагмент из сериала. Как вам кажется, какой собеседник более спокоен и уверен в себе? Даже если бы мы не слышали их разговора, мы бессознательно воспринимали бы Томаса Шелби как более авторитетного. У него идеальная осанка и открытая поза, лицо спокойно и не выражает никаких эмоций. Мы замечаем, что Майкл, напротив, волнуется во время разговора, главным образом потому, что он снимает шляпу и начинает поправлять одежду. Такое поведение, привычки постоянно поправлять одежду, грызть ногти или накручивать волосы на палец, стрессовые обстановки, если мы говорим о девушках, в народе называются нервными привычками, проявлением нервозности. Хотя в психологии такого понятия нет. Если говорить научным языком, то нервные привычки это компульсивные или навязчивые действия, направленные на снижение эмоционального дискомфорта. Когда человек находится в стрессовой ситуации, у него вырабатывается адреналин и приводится в действие реакция «бей или беги», чтобы как-то успокоиться. Активируются базальные ядра головного мозга, и они выбирают какие-нибудь базовые простые движения, которые помогут снизить уровень стресса. Например, человек начинает грызть ногти, поправлять вещи или щелкать ручкой. Мозг запоминает это действие как успокаивающее и формирует привычку. Каждый раз, когда человек его повторяет, мозг посылает определенные сигналы, и уровень стресса автоматически снижается. Однако у такого метода борьбы с беспокойством есть один большой недостаток. Все вокруг видят и сознательно или бессознательно понимают, что вы нервничаете. А теперь посмотрите на то, как Шелби ведет переговоры. Жестикуляция у него согласуется со словами. Поза открытая. Какие бы сложные переговоры он не вел, Томас не начинает поправлять одежду и, конечно же, не будет грызть ногти. Это позволяет ему выглядеть уверенным в себе и производить нужные впечатления на окружающих. По этой причине к его словам могут прислушиваться. Возможно, Томасу будут бессознательно больше доверять, чем Майклу, например, даже если они будут говорить об одних и тех же вещах. Однако лишь это один малозначительный, но все-таки важный фактор на влияние окружающих. То, что Шелби производит впечатление уверенного в себе человека, не единственная причина, почему в этом диалоге он добивался своего. Есть и другие, более значимые факторы. Рассмотрим этот отрывок. Несмотря на то, что манипулятивные методы у нас ассоциируются с подавлением и доминированием, есть приемы, которые помогают вызвать у собеседника хорошие эмоции и таким образом заставляют его делать то, что хотите вы. В этом случае Томас использует манипуляцию на чувстве доверия. Ванесса Бонс, доцент кафедры управленческих наук в Университете Waterloo в Канаде, утверждает, что одна из наших фундаментальных потребностей – это социальная связь. Когда мы отказываем человеку, мы чувствуем угрозу нашим отношениям, мы боимся стать изгоями и быть отвергнутыми группой. Этот страх использует Томас Шелби. Он объединяет друзей и самого Майкла в группу с собой, говоря, что он им доверяет. И теперь собеседникам будет сложнее отказать ему. Кроме того, чувство, что человеку доверяют, заставляет его ощущать себя особенным. Он бессознательно связывает эту положительную эмоцию с человеком, который ее дал, и теряет объективность. По этой причине Майкл и его друзья с большей вероятностью согласятся даже не на самое выгодное предложение. Однако Шелби умеет не только манипулировать своими собеседниками, но и правильно отвечать на некоторые виды манипуляций. Один из друзей Майкла применяет против него манипуляцию с усмешкой. Например, вот здесь. Манипуляция с усмешкой – это тип социального воздействия, при котором манипулятор изначально говорит о человеке с иронией, тем самым ставя под сомнение его слова. Здесь друг Майкла Грея сарказмом отзывается о том, что Шелби бросил пить, и таким образом показывает самому Томми и другим собеседникам, что бросать пить – смешная и глупая идея. И слова Шелби его не убедили. Однако это не главная цель манипулятора. При помощи этого приема он пытается вывести Шелби из себя, добивается гнева или агрессии, провоцирует. Когда человек испытывает подобные эмоции, эритичность мышления у него снижается. А значит, другу Майкла Грея будет легче добиться своих целей. Томас Шелби же не спешит злиться. Он отвечает на манипуляцию спокойно и безразлично, так, как будто слова манипулятора не были сарказмом, и этим обезоруживают оппонента. Таким ответом он решил сразу несколько проблем. Во-первых, в этой ситуации он не испортил отношения с Майклом и его друзьями. Агрессивное поведение могло бы их насторожить и, возможно, отказаться от сделки. Во-вторых, он продемонстрировал, что его невозможно вывести из себя. В-третьих, он обезоружил оппонента, показав манипулятору, что ему не удалось нащупать слабое место. И его ни капли не задевают подобные высказывания. По мимике оппонента мы можем увидеть, что ответ вел его в замешательство. Его рот приоткрыт в удивлении, а улыбка медленно сходит с лица. Однако, даже если вы научитесь не поддаваться манипуляциям, это не дает вам гарантии, что вы сможете убеждать людей в своей правоте. И здесь мы подходим к главной причине успеха Томаса Шелби в переговорах. Его выдающимся ораторским способностям. Ораторские способности – это искусство выступления перед публикой с целью убеждения. У Томаса Шелби они есть. И чуть позже я вам это докажу. Для начала я хочу сказать, что отдельные ораторские приемы могут помочь вам при общении с одним человеком, один на один, так как психология масс имеет схожие элементы с психологией отдельного человека. Один из признаков хорошего оратора – умение правильно отвечать на вопросы публики. Посмотрим, как это делает Томас Шелби. Обратите внимание на то, что не на один вопрос. Томас не ответил кратко. Мог ли он ответить на вопрос одного из друзей Майкла Тома, откуда у него опиум просто потому, что он поставляет его из Белфаста? Мог. Однако Томас Шелби ответил, что он наладил цепь поставок с партнерами, рассказал об их совместном решении войти на американский рынок и описал качество поставляемого опиума. На каждый вопрос Шелби отвечает подробно и расписывает детали. Во-первых, это позволяет заинтересовать собеседников. Представьте, что вы смотрите интервью, где человек на все вопросы отвечает только «да», «нет» или «не знаю». Да, я задумывался. Ну нет. Окей, хорошо. Да, да. Да, я не знаю. Может быть. Будет ли вам интересно смотреть такой ролик? Мне лично не очень. Во-вторых, он убеждает публику в своей компетентности. Ведь подробные ответы вызывают больше доверия у аудитории. Представьте, что вы спросили у двух врачей, стоит ли принимать два каких-то лекарства одновременно. Первый просто ответил, что нельзя. Второй объяснил, что в этом случае пациент будет чувствовать головную боль или усталость. Какой врач вызывает у вас больше доверия и к нему захочется прислушаться? Думаю, вы ответите второй. Хотя ответы по сути одинаковые. Стоит отметить важную деталь, что ответ должен быть не только длинным, но и содержательным. Общими словами, можно будет обмануть непосвященного зрителя. Однако, если среди публики найдется человек, который хорошо разбирается в теме, он сразу распознает обман либо неточность. А теперь давайте изучим конец речи Томаса. Любому оратору важно сделать заключение запоминающимся. Почему это необходимо? Я думаю, вы слышали, что существует так называемый эффект края. Это явление, показывающее, что человек лучше всего запоминает материал, который был в начале и в конце. И сейчас я вам это докажу на простом примере. Прослушайте следующий ряд слов. Фломастер, салфетки, стол, ручка, арбуз, бумага, телевизор, кино, квартира. А теперь выпишите слова, которые вы запомнили. В числе названий, которые вы не забыли, наверняка будут фломастер и квартира. А вот слова из середины списка будет не так легко вспомнить. По этой причине в каждом публичном выступлении должны быть сильные вступления и заключения. Потому что они помогают публике запомнить оратора и произвести на нее эмоциональный эффект. Шелби умело это использует. Именно в конце он говорит, что среди них есть стукач, чтобы вызвать у аудитории эмоциональный отклик. И не раскрывать всех карт, чтобы запустить их мыслительный процесс и оставить наедине с этой мыслью. Такое заключение запомнится Майклу и его друзьям, так как они будут думать, кто же мог их предать. Однако важно не только привести сильный аргумент, но и произвести последнее сильное впечатление. В последней речи Томас хочет показать свою доминантность, чтобы запомниться публике как руководитель и начальник, которого все слушаются. Для этого он старается закончить выступление на своих условиях. Посмотрим этот отрывок. После того, как Шелби все сказал, он заявляет, что уходит и направляется к двери. Однако ему помешал социальный фактор. Одному из друзей Грея это не понравилось и он сказал, что только он решает, когда выступление заканчивается. Мы видим, что друг Майкла выше по социальному статусу. Кроме того, Томасу нужно, чтобы они были положительно настроены по отношению к нему и его идеи. Настолько, насколько это возможно в данных переговорах. Поэтому ему приходится подчиняться. Получается, что Томасу Шелби не удалось произвести то впечатление, которое он хотел произвести? Нет. Шелби поступил хитрее. После того, как ему приказали съесть, а он не мог ослушаться, он некоторое время продолжил общаться с собеседниками. Потом же он снова сказал, что встреча окончена и покинул комнату. Он знал, что второй раз его никто не остановит, потому что тогда человек открыто показал бы, как ему важно добиться от Шелби подчинения. Таким образом, он убил сразу двух зайцев и произвел нужное впечатление и обесценил друзей Майкла, так как их слова о том, что Джек Нельсон решает все, разошлись с реальностью. Перед тем, как рассмотреть переговор Томаса Шелби с Лорой, посмотрим, как они встретились. Женщина изначально поставила себя в невыгодное положение. Она начинает разговор с того, что пытается задобрить Шелби. Женщина говорит, что понимает его причины ее ненавидеть и желание отомстить. Таким образом, она сама дает Шелби инструмент для манипуляции на чувстве вины. В этом случае манипулятор использует то, что человек чувствует себя виноватым или искусственно создает чувство вины, чтобы заставить другого делать то, что хочет он. Иногда даже не обязательно применять данную манипуляцию. Из-за такого чувства человек будет ощущать себя неловко и постарается загладить вину, будет более сговорчивым. По этой причине Шелби находится в более выгодной позиции. Он контролирует ситуацию и может заставить Лору делать то, что она не хочет. Это он, собственно, и делает. Томас уговаривает собеседницу пойти в безлюдное место, нарушая условия их договора. Лора не может ему отказать, так как находится в слабой позиции. Нарушение изначального договора и опасность быть убитой в безлюдном месте выводят Лору из душевного равновесия. Ведь заявления Шелби о том, что она им еще нужна, могут оказаться и неправдой. Эти действия помогают Томасу еще больше укрепить свое выгодное положение в коммуникации. Благодаря тому, что Лора находится в слабой позиции, она не может диктовать условия встречи. Так, например, она навряд ли попросит время, чтобы обдумать предложение. По этой причине Томас Шелби пользуется тем, что его сестра сообщила, что Артуру нужна помощь. Мог ли он перенести встречу и потом обсудить все детали в спокойной обстановке, дав время Лоре обдумать предложение? Мог, однако он применяет манипуляцию, искусственно создавая дефицит времени. Дефицит времени, отпущенного на принятие решения, это один из манипулятивных механизмов, при котором жертва чувствует, что ей нужно немедленно принять решение. Стоит помнить, что в случае манипуляции этот дефицит времени создается манипулятором искусственно. И на самом деле решение не обязательно принимать так быстро. Начальник, который требует от вас отчет ко вторнику, например, в большинстве случаев, не манипулирует вами. У него правда есть дефицит времени. И ему правда нужна эта работа ко вторнику. В подобных переговорах, которые мы с вами разбираем, это не совсем так. Суть этого манипулятивного механизма проста. К другим стрессовым факторам, которые действуют на человека во время коммуникации, прибавляется еще один – нехватка времени. Когда на человека воздействуют стрессовые факторы, он теряет способность критически мыслить, а поэтому более склонен принять то решение, которое от него хочет манипулятор. Мы видим, что Лора не может продлить беседу, потому что брату Шелби срочно нужна помощь. И Томас уже собирается уходить. Также она не может попросить перенести встречу, потому что заняла невыгодное положение в коммуникации. В итоге она вынуждена быстро принять важное решение, при принятии которого лучше взвесить все за и против. Неизвестно, согласилась бы она, если бы у нее было время обдумать все последствия или нет. Мы видим, что Томас Шелби умеет в мастерски вести переговоры. Это далеко не единственные приемы, которые он использует в коммуникации. Шелби! Безусловно, все это требует подготовки и развития навыка. Понимая, какие психологические уловки использует человек, мы сможем как успешно защититься от воздействия и не дать загнать себя в слабую позицию, так и самим использовать эти инструменты, чтобы быть убедительными. А если освоить ораторские приемы, то мы успешнее можем доносить информацию и быть понятыми. Если у вас сформировался вопрос, Сергей, как этому можно научиться, ведь просмотра видео недостаточен, чтобы повысить свой коммуникативный навык. Ну, видео и знания выполняют информативную функцию. Вы как минимум будете замечать подобные проявления в коммуникации и повысите свою бдительность. Ну, а навык тренируется. Именно с такой целью я и создал место, где этому можно научиться. Раз в месяц мы собираем группу из 10 человек, где на протяжении нескольких недель собираемся и работаем над развитием навыков переговоров. Это называется воркшопы, где вместо часовых нудных лекций мы практикуемся. У такой группы есть наставник, который проводит эти занятия, следит за тем, чтобы участники выполняли все правильно, не допускали ошибок и дает обратную связь. Ближайший такой воркшоп начинается 23 мая, куда я вас и приглашаю. Для участия нужен выход в интернет, микрофон и камеры. Работать можно хоть из смартфона, не обязательно профессиональное оборудование. Обращаю ваше внимание, что группа состоит только из 10 человек. Поэтому, если вы не успеете записаться, то в конце сайта будет форма, где необходимо вписать свои данные, чтобы получить информацию о проведении будущих воркшопов. А если вы еще не готовы к такой практической работе и хотите начать с чего-нибудь простого, то у нас есть раздел на сайте, где вы можете купить любой видеокурс и посмотреть материал, а после приходить и практиковаться. Всю информацию вы найдете по ссылке в описании. Я добавлю ссылку на воркшоп, поэтому буду рад увидеть тех, кто этим заинтересуется, кому это надо и интересно. На сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok